Год 2024 начался для ипотечного кредитования не самым лучшим образом. По сравнению с 2023, когда жители страны взяли рекордное количество ипотечных кредитов с господдержкой, количество займов за первые пять месяцев этого года снизилось на 15%. А в денежном эквиваленте ипотечный рынок потерял 360 миллиардов рублей, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Но, как всегда, в любом рейтинге есть лидеры и аутсайдеры. Начнем с лидеров. Второй год подряд верхнюю строчку рейтинга занимает Республика Тыва. В этом регионе выдача ипотеки выросла почти в 2,5 раза за год. А объем выданных ипотечных кредитов за этот же период вырос без малого в 2 раза. Ипотечный кредит взяли 130 человек на 1000 экономически активного населения. И это в 5 раз больше, чем в среднем по стране. Вторую строчку заняла Тюменская область. Здесь оформили 47 ипотечных займов на 1000 экономически активного населения. Замыкает тройку Ямало-Ненецкий автономный округ с показателем в 42 кредита на 1000. В лидирующей группе, но за пределами первой тройки, расположились Башкортостан, Саха-Якутия, Удмуртия, Ханты-Мансийский автономный округ, Татарстан, Свердловская и Новосибирская области. А теперь к нижней части рейтинга. Последние 5 строчек с заметным отставанием от остальных регионов занимают Ингушетия, Крым, Севастополь, Дагестан и Кабардино-Балкария. Абсолютный аутсайдер – Ингушетия. Там из 1000 человек экономически активного населения всего пятеро смогли взять ипотечный кредит. А что же с Мордовией? Республика расположилась на 78-й строчке сверху. За 12 месяцев выдано 18 ипотечных кредитов на 1000 экономически активного населения. За 5 месяцев этого года количество займов снизилось почти на четверть относительно первых пяти месяцев прошлого года, а средний кредитный чек – почти 3,5 миллиона рублей. В целом по России средний ипотечный кредит составляет 3,7 миллиона рублей. К слову, в лидирующей ТВ для покупки жилья хватает кредита в 2 миллиона 600 тысяч рублей. Светлана Лашина, Игорь Гангаев. Наши новости.